Итак, вот по последним данным, сейчас же все обсуждают активно арест правой руки, как его называют, Шойгу Тимура Иванова, и оказывается, что он начинал карьеру еще в 90-х, он давний соратник, который еще в начале 10-х годов работал вместе с Шойгу в правительстве Московской области, а в 16-м году вслед за Шойгу перешел в военное ведомство. Многие уже говорят, что этим арестом Сергей Шойгу получил сильнейший аппаратный удар. Дмитрий Гудков сейчас присоединяется к нашему эфиру, российский оппозиционный деятель. Дмитрий, здравствуйте. Да, приветствую вас. Как вы считаете, арест этого Тимура, это действительно сильный удар под дых Шойгу? Однозначно, конечно. Это же просто кошелек, человек, который руководил всеми финансами, серыми финансами не только семьи Шойгу, но и вообще, я думаю, большого количества разных всяких высокопоставленных чиновников. Понятно. А к Шойгу? Под ним зашаталось кресло на сегодняшний день, как говорят многие? Вообще, давайте разберемся в этой истории, потому что версий там очень много. Меньше всего верится, конечно, в заявленную о коррупции. Вы верите в этот миллион, в общем-то, взяток? Коррупции никого не удивить совершенно, да, потому что коррупционеры они все. И, судя по всему, брал он по чину. Да, достаточно много, со всеми, с кем нужно, делился. При этом, ну, здесь же есть и другая версия, якобы Путина убедили в том, что он занимался делами, связанными с госизменой. Поэтому это выглядит, вот, лично для меня, как серьезные разборки вокруг денег, которые вот эти сотни миллиардов долларов, 120 миллиардов долларов в год, которые на военные расходы. И, видимо, за этот куш, так сказать, идет серьезная борьба между разными ведомствами. И, я думаю, что по привычке этот товарищ в интересах, там, одной группировки, видимо, расчищал вокруг себя пространство. Ну, и в какой-то момент проиграл борьбу, так сказать, внутривидовую борьбу, видимо, каким-то людям из ФСБ. Дмитрий, к нашему эфиру присоединяется Абаз Галямов, политолог и политтехнолог. Абаз, здравствуйте, мы очень рад вас видеть. Здравствуйте, да, я тоже всех рад видеть. Абаз, мы тут с Дмитрием начали обсуждать уже вот этот нашумевший арест Иванова. Что вы видите? Какой след? Коррупционный, госизмена, ну, или, там, возможно, аппаратные игры по смещению Шойгу? Ну, в первую очередь, эта история говорит нам о том, что шансы Шойгу сохранить кресло министра очень сильно слабеют. То есть, это индикатор того, что Путин изменил свое отношение к Шойгу. Раньше Шойгу и люди из его клана были неприкасаемыми. Об этом сегодня, кстати, писали важные истории. Ну, то есть, они уточняли это, рассказывали о том, что была попытка начать разработку Иванова в 2017-2018 годах. И тогда эта попытка была заблокирована. Значит, Шойгу тогда все-таки был неприкасаемым. Соответственно, это распространялось на его кошельков. Вот, сейчас это то, что его подельника Шойгу задержали, говорит о том, что, значит, Путин изменил свое отношение к ним. По всей видимости, ну, тут совокупность факторов. То есть, коррупция, конечно, как сказал Дмитрий правильно, их там этим не удивишь. И поэтому это не вопрос коррупции, так сказать, персе. Это вопрос, отчасти связанный с борьбой за власть, борьбой группировок. Отчасти, ну, то есть, происходящее, это, безусловно, усиление Патрушева и усиление группировки чекистов. Патрушев никогда не любил Шойгу. И, видимо, воспользовавшись тем, что, значит, Путин недоволен тем, как идет война, недоволен действиями военных. Ну, в конце концов, Патрушев сумел убедить Путина, что Шойгу спекся, так сказать, толку от него нет. И надо принимать по его поводу решение. И, видимо, Путин это решение принял. Ну, а в таких ситуациях кошельки перестают быть неприкасаемыми. То есть, сам Шойгу, как личный когда-то друг Путина, может быть, и сохранит эту неприкасаемость. Хотя тоже не факт, но шанс есть. А его приближенные, конечно, они уже перестанут таком убить. Пример – это ближайшее окружение медведя, значительная часть которого уже сидит. Как-то так я это, в общем, воспринял. Возможно, повлияло еще, по крайней мере, сильно совпало по времени, если вы обратите внимание, решение США о выделении дополнительного пакета помощи Украине. Значит, полгода этот процесс висел. И все это время у Путина сохранялась надежда, что, значит, вот сейчас украинцы, так сказать, стремительно слабеют. И можно поэтому, ничего принципиально не меняя в тактике, стратегии тактики, в методах действия вооруженных сил, ну, все-таки, в конце концов, победить. А теперь, после того, как вот эта надежда, так сказать, схлопнулась, значит, ну, может быть, пришло такое вынужденное понимание, то, которого Путин избегал долгое время, понимание того, что, ну, если ничего не поменять в армии, то, значит, победить вряд ли удастся. И он, Путин, вот вынужденно под давлением, так сказать, американцев сейчас принимает решение о перестройке, ну, во всяком случае, управленческой команды. И здесь может быть вот такой аспект. И в этом смысле Шойгу и Иванов оказались жертвами, значит, американских политических раскладов. Кто еще может стать жертвой в ближайшее время? И, кстати, Шойгу, он смиренно примет свою отставку, как вы считаете? Дмитрий, давайте к вам вопрос. И кто следующий, потому что в СМИ активно муссируется информация о том, что Путин там чуть ли не половину своего правительства может поменять? Ну, это здесь как в том анекдоте, да? Значит, в 6 утра веревки с собой брать, да? Вот, на казнь. Конечно, смиренно даже, мне нет никаких сомнений. А я с Абасом абсолютно согласен. Значит, здесь я бы добавил, ну, то есть, согласен с тем, что, конечно, позиции Шойгу, ну, как бы, настолько сейчас ухудшились, да, по сравнению с тем, какие у него они были там, например, два года назад. И я еще это связываю, конечно же, с переназначением премьера. Это будет после 7 мая, это 7 мая, или, по-моему, 9, или 7-9 мая будут инаугурации. После этого Путин, естественно, будет вносить в парламент кандидатуру премьер-министра, он будет назначать министра. Во-первых, сейчас, естественно, все в ожидании, что это будет за состав правительства. И, конечно же, все эти внутренние политические разборки, они сейчас, ну, набирают оборот. И в данном случае Шойгу, скорее всего, да, это, кстати, далеко не факт, но, скорее всего, конечно, он станет жертвой этих разборок. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что когда у тебя во главе министерства какого-то ключевого стоит слабая фигура, ну, как бы Путину выгоднее эти слабые фигуры оставить. Поэтому, с одной стороны, ослабление Шойга может означать, что его вот в таком слабом качестве могут оставить, ну, либо его переведут, как и Медведево, в Совет Безопасности, и Путин сделает ставку на кого-то другого. Значит, конечно же, здесь никто возражать не будет, никто протестовать не будет. Я думаю, что мы еще в ближайшее время тоже увидим проявление вот этих всех, ну, реклановой борьбы за разные поступки. Подчеркиваю, сейчас 120 миллиардов долларов на кону, это военные расходы, которые засекречены, которые можно разворовывать. Вот, и это, наверное, тот самый лакомый кусок, да, всех этих денег российских, за которые начинается такая активная борьба. Абас, по вашим данным, возможно, кто-то вам там еще поставляет информацию из Москвы. Какой клан сейчас одерживает победу в борьбе за эти 120 миллиардов? Ну, и вообще, что, возможно, вы знаете о перетрахивании правительства? Как Лукашенко говорит. Ну, я до вчерашнего дня, до момента ареста Иванова, я, в принципе, считал, что Путину вообще ничего менять не будет. Ну, то есть, просто судя по тем кадровым решениям в отношении губернаторского корпуса, который он принимал в последние месяцы, вот после победы на выборах, да, когда он откровенно, даже не справляющихся, откровенно плохих губернаторов, типа башкирского Хабирова, переназначает на новые, ну, дает им разрешение, так сказать, идти на новые сроки. Значит, я тогда, глядя на это, ну, почувствовал, что он настроен крайне консервативно и, в принципе, вообще ничего менять не хочет. Ну, то есть, ему комфортно, он вот к этим людям привык, они для него уже все свои. Вот, и я делал вывод, что правительство сохранит свой первоначальный состав. Теперь я вижу, что все-таки, ну, не совсем это так, то есть, где-то в чем-то он способен все-таки пока еще принять жесткое управленческое решение. Поэтому сейчас я уже не так однозначно сторонник той точки зрения, что правительство поменяется мало. Хотя, в целом, конечно, я все равно продерживаюсь этой точки зрения. То есть, мне кажется, что я Мишустин сохранит свой пост. Может быть, усилиться Патрушев, младший, значит, получит такие посты вице-премьера, который ему, ну, по российским политическим понятиям давно уже, конечно же, положен. Имея такого папу, так сказать, ходить в министрах 10 лет, это уже, знаете, перестарок буквально. Вот, и, как я уже сказал, арест Иванова, это, конечно же, акции Патрушева-старшего вверх. Повторюсь, он, ну, вообще есть между чекистами и военными историческая, так сказать, нелюбовь, тянущаяся, там, со времен, так сказать, царя Гороха. Вот, и плюс личностный фактор. Шойгу все-таки был всегда, так сказать, себе на уме и ориентирован лично на Путина, игнорируя сложившуюся, так сказать, вот эту чекистскую реальность. У чекистов такие вещи раздражают. Вот. В этом смысле акции противоположного лагеря, лагеря Ковальчуков, конечно же, вниз. Шойгу был их союзником, хотя, конечно же, не был членом их группировки, но был, так сказать, тактическим союзником. Вот. Учитывая тот факт, что сын Юрия Ковальчука не так давно, в начале марта, был самым странным образом снят с должности рукоделя крупной энергетической корпорации, которую он возглавлял, и перемещен на такую вполне заштатную должность в администрацию президента на должность замначальника управления. То есть, это такая должность средней руки, надо понимать. Ему даже секретарь не положено, старшим не положено. И вот, глядя вот на это, ну, ты суммируя вот это с нынешним усилением Патрушева, ты, в принципе, делаешь осторожный вывод, что, значит, группировки вот этого лагеря слабеют, и их планы, значит, упомянутого сына Юрия Ковальчука сделать, как минимум, министром энергетики, а то ведь с премьером вместо Новака, ну, похоже, не сбудутся. Ну, в общем и целом, вот какие-то такие у меня ощущения. Вот, друзья, у нас есть новая информация касательно этого Тимура Иванова. Итак, издание «Украинская правда», ссылаясь на собеседников анонимных в Главном управлении разведки, говорит, что замглавы Минобороны преследуется режимом Путина в результате активных мероприятий Главного управления разведки Минобороны Украины. Детали. В марте 2024 года силы ГУР осуществили спецоперацию, в результате которой получили доступ к значительному массиву конфиденциальной информации и служебных документов именно этого замминистра обороны Тимура Иванова. Дмитрий, как вы думаете, он стал жертвой Главного управления разведки Министерства обороны Украины или, возможно, был даже и агентом? Ну, кто сейчас может на этот вопрос ответить? Ну, мне кажется, что, скорее всего, речь идет именно о внутри элитных разборках. Внутри видовой борьбе. Там уже неважно, подставили его там. Ну, пять лет по нему точно работали, покормили то, что вот известно сейчас из разных утечек. Работали пять лет. Пять лет докладывали Путину, вот у вас там воровство процветает. И пять лет Шойгу спокойно его защищал. А уж что там изменилось? Ну, либо действительно там была какая-нибудь информация доказана, связанная с утечками, вот, и уже кто-то пришел к Путину и сказал, что дальше мы не можем терпеть это. Либо это просто в результате того, что одна команда, патрушевская команда, команда силовиков, набирает. Она в последнее время набирает по разным позициям. То есть даже мы посмотрим, как эти так называемые выборы прошли. Они же... То есть победа была, ну, по сути, нарисована, ну, продиктована, ну, по сути... Вернее, получена в результате действий силовиков, которые там всех оппонентов выдавили из страны, посадили, Навального убили, да, расчистили абсолютно поляну. Это власть теперь держится на штыках, да. Если власть держится на штыках, ну, значит, штыки начинают играть все большую роль, да, во внутренней политике. То, что раньше, например, силовикам не удавалось сделать, да, потому что было противодействие других кланов. То есть сегодня получилось то, что просто раньше не получалось. Вот. А дальше уже здесь можно гадать. Либо это подстава, либо он сотрудничал. Честно говоря, я не верю в то, что он сотрудничал по одной простой причине. Потому что это слишком рискованно, слишком опасно. Они живут в условиях, когда, значит, там настолько жесточайшая идет внутриэлитная борьба, когда они боятся даже говорить в помещении, значит, без телефона в какой-нибудь бане, да, друг другу что-то рассказывать. То есть там страх в элите такой серьезный. Да, там никто ничего тебе не скажет. Да, они даже когда выезжает некоторые, кто-нибудь под санкцием, в Европу, никогда не начинают что-то говорить. Ну, это почти полушепотом, где-нибудь без телефонов, так, чтобы, не дай бог, вообще никто не услышал. Поэтому я не верю в то, что он мог на кого-то работать, а в то, что его там могли развести, подставить, документы у него украсть и куда-то сообщить. В это я как раз верю. Так, ну на этой неделе многие сми хватили с Путина. Куда исчез? Давайте обсудим и мы. Почему мы не видим его последние недели в информационном пространстве? Ну, аккурат после выборов он куда-то исчез. А вас, как вы считаете? Ну, он пока еще не то, чтобы исчез полностью, просто его активность резко снижается. Ну, минимизировалась его активность значительно. Да, 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 она снижается. И последние недели вообще нет выездных мероприятий. Все проходит, ну, либо в крайних случаях в Кремле, а чаще в его резиденции в Новогорёво. Но это связано с тем, что Путин, так сказать, отработал номер. Он сделал то, что было нужно с его точки зрения. Он выиграл избирательную кампанию. Он обеспечил себе стабильно гарантированное будущее, как минимум на 6 лет. И он считает, что он имеет полное право теперь отдыхать. Я вот вас уверяю, если не произойдет чего-то там совсем уж драматического на фронте в связи с появлением у украинцев нового оружия, то мы его летом вообще не увидим. Ну, то есть, нам будут консервы там скармливать. А так он проведет все лето в Сочи, где-нибудь на Алтае, на Валдае. Резиденции у него хватает, слава богу. Вот. И сейчас он пока еще, ну, правительство не назначил, да, пока еще занят немного хотя бы. Но в целом он перенапрягся во время избирательной кампании. Все-таки он здесь, он достаточно активно поездил, много общался с людьми. А его такие вещи напрягают. Он уже давно-давно не любит общаться с населением. Он это любил в начале 2000-х, когда он только пришел. И народу, так сказать, нечего было ему предъявить. Когда он встречался с народом, народ начинал на что-то жаловаться. А Путин, так сказать, спокойно мог кивать в сторону предшественников, в сторону проклятого наследия, так сказать, 90-х. Да люди, собственно, от него и особо не ждали ничего. То есть, была такая робкая надежда, что, может быть, вот сейчас Владимир Владимирович поможет. И, соответственно, народ его любил, на него надеялся. Он отвечал тоже любовью народу. И тогда общения было много, поездок по стране было очень много. Но те времена уже давно канули в лето. Сейчас, спустя четверть века, ведь на 90-е не кивнешь. И теперь все проблемы, на которые жалуются люди, это проблемы уже, в принципе, Путином не лишенные. То есть, даже если люди сформулируют мягко, даже если они не предъявят личную ему претензию во время общения, хотя, если это будет рядовой обыватель, так сказать, черт его знает. Но даже если вот этого не будет, но все равно сам факт наличия проблемы, возьмите вот свежая история с этой дамбой в Оренбургской области. Ее же при Путине построили, понимаете. Любой косяк любого губернатора, любого министра, это теперь косяк Путина, потому что вся кадровая система, которая существует в стране, вот эта система кадрового отбора, ее выстроил Путин. Значит, ее реализуют нанятые менеджеры, назначенные менеджеры. Для всех для них организуется бесконечное количество каких-то там губернаторских школ, там конкурсов лидер России и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И теперь вот Путин уже отвечает за все. Когда-то он произнес эту фразу пафосно, так сказать, тогда, 20 лет назад, значит, красуясь явно и не имея ее реально в виду, так сказать, используя просто, как, знаете, такую вот побрякушку, в России президент отвечает за все. Людям это тогда понравилось, а теперь-то пришло время платить по счетам, теперь действительно президент отвечает за все. И поэтому уже давным-давно его общение с простым народом подменяется, так сказать, всякой, значит, там, где возможно, да, по максимуму, подменяется общением с какими-то там, значит, околовластными персонажами, какими-нибудь ОНФ-овцами, единорозами и прочими людьми, так сказать, на зарплате, что называется. Вот. А тут вот избирательная кампания тяжелая в том смысле, что, ну, реальные же проблемы с протестными настроениями. А Надеждин, полдень против Путина все это показали. И поэтому, значит, он вот напрягся, и все, и теперь, как бы, абсолютно уверен, что он свою часть работы, так сказать, сделал. Теперь пусть вот все, так сказать, назначенные менеджеры работают. Вот подождите сейчас не только Путин, значит, сейчас все остальные разъедутся, ну, все эти Ковальчуки и Патрушевы, они тоже все люди пожилые, заслуженные, им тоже всем отдыхать надо. Вот. И они тоже все уверены, что они, так сказать, заслужили. Поэтому управление в стране будет передано, ну, сейчас уже частично сейчас перемещается на уровень заместителей, да, а летом вообще полностью туда уйдет. И количество принимаемых решений резко сократится, будут приниматься только вот те-таки самые-самые срочные и неотложные решения, а все остальное, все, что можно отложить, будет откладываться в долгий ящик. Степень координации отношений между разными министерствами, ведомствами, кланами, группировками, значит, ослабеет, потому что в России очень персоналистский режим. Тут все от первого лица зависит. Тут у замов нету и близко там даже тех полномочий, которые есть у первого лица. Поэтому им и согласовать все трудно, и договориться все трудно, да, так сказать. Постоянно надо звонить начальнику, значит, согласовывать свои действия. А начальник раздражен, значит, что ты меня беспокоишь, я тут отдыхаю. Сами, что ли, не можете работать? Вот, поэтому звонить будут стараться пореже. Поэтому все такие долгосрочные стратегические вопросы будут заметаться под лавку, и степень координации усилий вот между разными, так сказать, ведомствами и кланами будет слабеть, и эффективность российской системы, управленческой системы, которая без того не шибко такая, значит, высокая, продолжит слабеть и дальше. Это как раз время вот для черных победей разных. Ну, черный лебедь, возможно, сейчас прилетит и в Чечню, да, и оттуда все начнется. Многие сейчас пророчат клановые войны именно в Чечне. После очередной волны информации о том, что Рамзан Кадыров вот в этот раз уже точно смертельно болен. Дмитрий, вы верите в некроз поджелудочный Кадырова? Как и похоже, что в очередной раз просто пытаются информационно что-то перебить. То же выделение, например, американской помощи Украине. Ну, я, в принципе, даже верю в онкологию Путин. Судя по тому, какие врачи его там сопровождали во время его отцена. Было хорошее расследование, издание проекта. Ну, в общем-то, и чего. Уже 10 лет я слышу все эти... Да, поэтому, ну, верю или не верю, не имеет никакого значения. Наверное, есть какие-то проблемы со здоровьем. А вот насколько они там фатальны или нет, черт его знает. Да, я здесь не готов. Во-первых, я не врач, не эксперт. Да, у нас в сети очень много и так экспертов по всем разным вопросам. Они вам точно скажут, что это... Вот, а я не готов. Но, судя по внешнему виду, да, наверное, есть какие-то проблемы. Ну, подчеркиваю. Несмотря на изоляцию страны, первые лица, там, государства или какого-то региона вполне могут себе позволить доступ к какому-то там качественному медицинскому обеспечению. Абаз, как вам эта история с очередным витком истории болезни Кадырова? И, что интересно, уже даже его ведь преемников обсуждают, и там далеко не сыновья Кадырова самого. Ну, я бы вот встал на позицию Дмитрия. Давайте подождем. Дождемся, а потом уже обсудим. Ну, конечно, потому что... Да, появилась эта статья, так сказать, и вроде уважаемое издание, нет никаких оснований не доверять. Но после этого Кадыров выложил видеозапись, где, конечно же, да, он там бесконечно далек от хорошей спортивной формы, но, тем не менее, шевелится, ходит, значит, что-то говорит. Ну, в общем, как в той шутке. Слухи о моей смерти оказались сильно преувеличенными. В общем, поэтому подождем, посмотрим. Как многих смертей мы ждем, прости господи. Спасибо вам огромное за этот разговор. Напомню зрителям, что гостями программы были Абаз Галямов и Дмитрий Гудков. Всего доброго, спасибо, что нашли время. Спасибо.